Крым одолевает жара. С начала этой недели отметки градусников достигают до плюс 38 градусов. По долгосрочному прогнозу синоптиков, Крым ждет очень непростая погодная обстановка. Жара не спадет, и начало месяца обещает быть очень жгучим. Но, как поясняют специалисты, обычно такая температура продержится не очень долго и понемногу опустится до более приемлемых отметок. «Сохранится аномально жаркая погода. Максимальная температура воздуха будет достигать 33-38 градусов. С 8 июля в связи с прохождением холодно-атмосферного фронта в Крыму пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха понизится до 27-32 градусов». Знойная погода обескураживает крымчан. Пережить жару в душном городе сложно, поэтому жители столицы отдают предпочтению отдыху за городом, под кондиционером, вооружившись большим количеством жидкости. «Если есть возможность, конечно, лучше дома посидеть. Тем более, сейчас еще не все наладилось с коронавирусом. Особенно людям взрослого возраста лучше посидеть дома». «На море обязательно. У нас дача из Севастополя, поэтому дышим свежим воздухом, плаваем. А дети дома заставляют набирать бассейны. Вообще стараемся, конечно, не выходить. Вот сегодня надобность такая. Вообще стараемся сидеть дома, потому что все-таки большая активность солнца – это опасно для здоровья». «Меньше на солнце быть и больше воды пить». Из-за жары и ветра в регионе возможны лесные пожары. Об этом уже предупреждали в Главном управлении МЧС по Крыму. Жители и гостей республики просят соблюдать правила безопасности. «У нас введен запрет на посещение лесов всех категорий, особо охраняемых территорий, лесного фонда Крыма. В связи с чем запрещено в лесах выбрасывать мусор, разжигать костры, складировать горючие отходы на территории лесных участков. Также на территории республики наблюдается рост пожаров. На сегодняшний день произошло порядка 2000 пожаров. Из них 58 – это пожары в лесной зоне и лесных массивах». За нарушение противопожарного режима предусмотрены штрафные санкции. Они составляют от 2 до 400 тысяч рублей. Если при возникновении пожара по причине неосторожного обращения с огнем нанесен вред человеку, либо уничтожены лесные насаждения, за такую провинность можно угодить за решетку.